Так, запись включила. Значит, смотрите, мы сегодня с вами будем обсуждать много важных моментов, и даже несмотря на то, что вы, ну, не так давно, да, я буду говорить с вами по-серьезному, не буду там ходить вокруг да около, да, чтобы вы понимали, что действительно, если вы выбираете как бизнес, значит, мы строим бизнес. Если это будет подработка, то вы можете вообще спокойно тоже говорить мне об этом, да, и когда к вам приходят партнеры сразу тоже, у них уточняйте этот момент, потому что одно дело, когда человек пришел на подработку, вот у меня даже девушка вчера в одноклассниках тоже пишет, такая, я посмотрела обучение, но я поняла, что я бизнес не хочу. Я, говорит, хочу просто продавать по наборам, продавать по каталогу и все. Я говорю, окей, без проблем вообще. Дала ей все инструменты, дала ей канал по теплому кругу, как работать, как в WhatsApp работать, как в одноклассниках, и все, и она будет вот этим заниматься, то есть это вообще нормально. Но сначала, да, не такие вот нерабочие моменты, сначала хочу сказать, что у нас есть девчата именно, да, с которыми я вот работаю в нашем чате, которые вообще молочинки по личным баллам, да, которые делают хорошие баллы, которые показывают пример для своих партнеров. Это очень здорово. И в нашем чате меня радует то, что именно в этом чате, да, в маленьком нашем узком кругу все делают свой личный объем выше 50 баллов. Ну, почти все, да, кто только пришел, еще не там. Здесь я отметила людей за прошлый каталог, не за текущий, но хочу сказать, что Саша у нас уже сделала 50 баллов в текущем каталоге, с этим я тебя тоже поздравляю, молочинка. А за прошлый каталог вот выделила тех людей, которые у нас регулярно делают 50 баллов. И смотрите, такой момент. Все вы, кто делает выше 50 баллов, вы просто обязаны находиться в женском клубе. Почему? Потому что это вообще очень мощная, очень классная прокачка ваших всех сфер жизни, можно так сказать, да, ваших каких-то проблем, ваших каких-то ситуаций жизненных, да. Я думаю, что у нас вот кто уже находится в женском клубе, ощутили разницу, когда они были до проекта, да, до вот этих вебинаров, которые у нас проводит Оксана по прокачке наших мозгов, нашего мышления, да. И сейчас что? Я могу на себе сказать, да, вот буквально недавно я тоже общалась с Оксаной Богдановичей, она мне сказала, говорит, это два разных человека, вот когда ты пришла в проект, у тебя было мышление абсолютно другое, да, то есть я постоянно закапывалась в своих проблемах, постоянно какие-то вот у меня были там отговорки, вот у меня не получается, вот у меня то, вот у меня сё, и всё я как-то вот сама себя жалела, бедненькая Надечка, вот она такая вся вот несчастная, столько проблем, столько всяких там долгов, кредитов, там, в семье какие-то отношения непонятно какие, вся такая вот я такая, вы знаете. И я пришла вот с этим мышлением, да, когда я поняла, что здесь не прокатит этот номер, да, здесь нужно пахать, здесь нужно пахать не в плане там бизнеса даже, а работа над собой, это очень серьёзная большая работа над собой. И когда я получала вот, да, какие-то рекомендации, когда я была вот на уроках вот этих по женскому клубу, я делала определённые выводы каждый раз, и сейчас до сих пор делаю, да, сейчас я до сих пор трансформирую своё мышление, и мне это очень сильно помогает и в бизнесе, и в жизни, и в отношениях даже со свекровью, да, вот элементарно, такие вот обычные простые вещи, которые мне помогают в жизни. Поэтому, кто ещё не в женском клубе, обязательно мне скажите, да, и там условия 50 баллов, это каждый каталог, да, тут вы уже смотрите сами. Ну, в основном у нас все так и делают. Я вас с этим всех поздравляю, вы молодцы. По поводу рекламы, девочки, вот смотрите, я хочу донести вам ту мысль, что реклама не всегда работает так, как нам хочется. Реклама не всегда работает так, как мы себе планируем, да, что думаем, ага, сейчас я там 2000 выделю на рекламу, сейчас как пойдут заявки, как я заработаю вместо двух, там, 6000, да, в два-три раза больше, ну, нет, это закон такой вот рекламного маркетинга, либо как это называется, не знаю точно, да, это такой закон, закон статистики, когда ты сегодня запускаешь, у тебя прям идёт хорошо, да, и тут зависит ещё очень многое от креатива, от самой картинки, от набора, который мы запускаем, от видео, например, там, или что мы запускаем в рекламу, да, очень многое от этого зависит. Но вы должны понимать, что вы не тратите, даже если вы запускаете, у вас нет людей, у вас нет заявок, вы не тратите деньги впустую. Почему, да, потому что, во-первых, у вас есть люди, которые подписываются на вас, а это ваши потенциальные кандидаты, да, во-вторых, у вас прокачивается аккаунт за счёт того, что даже если вам там поставил один человек лайк на пост, который не был никогда на вашем аккаунте раньше, да, ну, с промо-акцией, которые приходят, это прокачка вашего аккаунта. И если вы выполняете условия, которые мы с вами обговаривали раньше, это сторисы, это посты, да, это уже у вас идёт работа, у вас идёт работа, у вас, как вы знаете, когда мы берём снежок, да, из снега слепляем, а потом его катаем, 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 и у нас получается такой большой, толстенький такой снеговичок, да, и получается, что вот этот вот снеговичок, он у вас вот так вот постепенно-постепенно и сформируется, когда к вам уже люди будут идти по-другому. Когда у вас там 100 человек на страничке, и вы хотите там поток заявок, ну, это как бы, ну, это не так это работает. Когда у вас 2000 подписчиков, да, это уже вообще прям суперкруто, у вас по-любому будет 1, 2, 3 регистрации в этот день на дисконт, если мы про продуктовый аккаунт говорим. Если у меня, например, вот 700, у меня не каждый день регистрации, у меня опять-таки тоже зависит от того, как я запускаю рекламу, как я запускаю сторисы, да, как я эти самые посты выкладываю, да, и сейчас я вот эти выходные я буду посвящать тому, чтобы переделать ленту. Я хочу сделать красиво, прям мне так понравилось, как у Оли Абиян, ну, конечно, у меня креатива не настолько много, я раньше, я вообще считала, что я прям колхоз-колхоз, знаете, когда вот прям вот чем проще, тем лучше, ну, и как бы вообще. И мне еще учиться и учиться очень многому нужно для того, чтобы сформировать вот эту вот насмотренность, как говорит Оксана, да, чтобы видеть там, какие цвета сочетаются, какие нет и так далее. Ну, я всему этому учусь, но я знаю, что у нас девочки есть, которые уже у них это вот есть, и они могут это делать, да, поэтому если вы это делаете, это будет очень круто, да. Дальше. Ну, здесь вот по сладу, в принципе, все понятно, да. Мы создаем сейчас свой поток людей, чтобы нам не было времени даже думать о том, что у нас там нет заявок, нет регистрации и так далее, да. Да, нет следующей. И моя любимая, самая любимая фраза, когда я только пришла в сетевой маркетинг, я не знаю, даже не помню, кто мне ее сказал, отказы – это наша работа, а продажа, либо новый партнер – это наша зарплата, да, то есть тот человек, который сделал заказ, который сказал нам, да, это наша зарплата. А то, что отказы, ну, это да, это наша работа, так вот оно и получается в нашем бизнесе, в любом бизнесе, даже вот будешь ты стоять там в МТС, да, на кассе, там, ну, не на кассе, а консультантом, да, там, в этой там, в МТС, там, связной и так далее, сколько там людей каждый день проходит мимо тебя, да, и кто-то скажет «да», а кто-то вот проходит «ой, нет, мне не надо помощь, я только посмотрю». И все, как бы это везде так. И что касается наших, нашей с вами планерки, две недели назад, получается, да, она была в прошлой, прошлую субботу у нас не было, я дала вам задание до 15 декабря по планированию, многие девочки уже начали, делают, да, что-то кто-то уже заполнил даже, кто-то еще не приступал к этому, но я думаю, что вы все равно выполните и в первую очередь делаете это не для меня, а для себя, потому что тоже вот не помню, где я вот выцепила вот эту вот фразу про незапланированный успех и кто ее сказал, да, но, по-моему, Оксана где-то на планерке видела, что незапланированный успех – это запланированное поражение, и чтобы не было у вас поражения, вам нужно запланировать ваш успех. Любой, это будет успех в бизнесе, это будет успех там в семье, в отношениях, в воспитании, там в благоустройстве дома, все, что вы хотите, вы пишете в свои там цели, да, вот про 10 целей, то, что я говорила, а то, что касается бизнеса, вы прописываете себе прям вот, как у меня Саша спрашивал, говорит, что придумывать что ли там вот это вот все, вот эти цифры, да, придумывайте, придумывайте, вот вы придумали себе там 200 баллов в первом каталоге, например, там 300 баллов, 500, 600 баллов придумали себе, ну, как вы знаете, Вселенная, она все видит, и мне очень нравится пример, когда говорят, ну, точнее, не когда говорят, а вот когда сравнивают, как джин, Вселенная – это джин, и когда ты говоришь там, у меня все плохо, у меня что-то не получается, вот у меня тут девочка, я ее добавила в чат наш, она такая, ну, не девочка, женщина, она такая, ой, у меня страницы блокируют, нет, все, у меня не получается, я буду только покупать. Окей, вообще без проблем, я никого сейчас уговаривать не буду. Вселенная услышала ее, все, у тебя не получается, бамс, тебе еще там 10 страниц заблокирую, слушаю и повинуюсь, как говорится, да, то же самое и у нас, да, если мы поставили себе там прирост 600 баллов, Вселенная посмотрела, у кого-то Вселенная, я говорю Вселенная, да, у кого-то это там Бог, у кого-то там еще что-то, да, но смысл тот же самый, что вы подумали, то и будет, вам слушаю и повинуюсь. И если вы, вот представьте, да, что если вы проживаете один и тот же год 75 раз, можно ли вообще назвать это жизнью? И вот здесь вот сейчас такой вот важный момент, хочу с вами тоже поделиться своими мыслями, своими переживаниями, своими впечатлениями, да, которые у меня вот сейчас в голове постоянно крутятся. Вот эта история, это вот моя, которую я сейчас проживаю, и я понимаю, что если я сейчас такая думаю, блин, ну все, у меня там как-то, ну партнеров нету, да, ну блин, реклама не идет, ну и хрен с ней, да, все, ладно, пускай что будет, то будет, оставляю все и пошла такая. А потом, когда мне будет там 70 лет, да, или там даже и выйду я на пенсию, и я такая думаю, ой, Надя, у тебя же было столько возможностей, а ты вот дура сидишь тут и считаешь деньги на хлебушек, хватит ли тебе или нет. Ну вот я думаю, выводы тут делать даже не надо, тут вот все элементарно понятно, да, но вот это история из жизни, и у вас 100% есть в окружении такие люди, которые там соседи, родственники, там у кого-то еще кто-то, и вот это вот она, рядом эта жизнь, а мы можем создать себе другую жизнь, вот можем. Они же могут, люди, с которыми мы работаем, которые ведут для нас вебинары, которые ведут для нас вот это вот все, да, которые показывают на своем примере, что вот, вот они деньги, вот 300 тысяч там получила Ксюша, да, вот у меня 300 тысяч за каталог я получила вместе с премией. Зарплата плюс премия за золотого директора. И мы можем. Да, это не всегда просто, да, у нас какие-то там сложности, но вот это рядом. Да, мы можем найти какую-то другую работу в интернете, но какая-то другая работа в интернете, это либо обучаться нужно прям вот реально там, если на копирайтера, там, либо на какого-то SMM-менеджера, и если ты станешь SMM-менеджером, ты обучишься, во-первых, вложишь деньги, да, во-вторых, ты будешь работать на кого-то. Ты будешь выполнять какие-то заказы, ты будешь там, либо просто, да, по своей профессии, там, бухгалтер, не бухгалтер, там, дизайнер, не дизайнер, ты будешь работать на кого-то. Даже муж у меня, да, когда у него, ну, такие вот мысли были, что вот я там хочу как бы, да, тоже в интернете, ну, вот как-то Фаберлик не Камильфо, да, как говорится. Я говорю, окей, любые профессии, какие есть, хочешь там, вот, пожалуйста, да, можно научиться, можно всему там, но ты будешь работать на кого-то, ты не будешь работать на себя. Да, мы работаем совместно, как бы сообща с компанией, да, компания зарабатывает свои деньги, а мы зарабатываем свои. Мы выстраиваем здесь свой бизнес, мы продаем, может быть, даже не столько продукт, сколько продаем себя в плане наставника, в плане лидера, да, и сколько продаем наш проект, потому что у нас проект реально крутой, и мы должны это ценить и должны это понимать. фух, девочки, да ничего страшного, забудьте это слово, страшно, сложно, не получается, не могу. У меня ребёнок, когда говорит, мама, я не могу, я говорю, не могу, нет такого слова, есть слово не хочу, вот и всё, и тогда уже у нас по-другому ведётся разговор. Так, ну всё, девочки, давайте будем заканчивать, время уже почти что два часа, мы с вами тут прям обалдеть, я в шоке, планёрка у нас вечно растягивает там, но мы поработали с вами очень продуктивно, обсудили очень важных много моментов, и я думаю, что это всем будет на пользу, да, и в том числе и мне, потому что пока я вам ввела планёрку, у меня ещё столько мыслей появилось, думаю, блин, надо прям сидеть и тут же их записывать, да, какие у нас там что идеи. Если больше вопросов нет, то мы заканчиваем, а если они есть, то давайте мы не будем, наверное, сейчас продолжать, а мы зададим все вопросы в чате в нашем, и постепенно будем обсуждать, потому что, ну, все как бы, сегодня выходной день, всё равно у всех свои дела, нужно что-то успевать ещё и по дому делать, поэтому это наша работа, совмещать и бизнес, и домашние дела, и какие-то другие заботы, хлопоты, и вот некоторые пока ещё совмещают с наймом, да, поэтому это самое, планируем свой день, планируем режим своего дня, да. Всё, спасибо всем большое за планёрку, я вам желаю хорошего настроения, я вам желаю, чтобы у вас получились очень классные планы на следующий год, который вы себе там распланируете, да, цели запишите, чтобы у вас всё получилось так, как вы хотите, и, конечно же, мы будем делать это всё вместе, потому что мы команда, и это самое главное. Спасибо за планёрку. Спасибо, Надюш. Спасибо вам большое, очень была рада видеть даже тебя на планёрке сегодня, вообще всех была видеть рада, и все увидимся снова в чате. Всем пока. Так, сейчас я запись отключу. Субтитры сделал DimaTorzok